Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня, конечно, поводом для очередного выпуска наших штрафных 150 будет объявление Лауры Дальмайер, такое трогательное послание о том, что она 25 лет устала от биатлона и уходит, и завершает свою, без преувеличения, славную карьеру, в которой было место и 7 медалям золотым на чемпионате мира, и победному дублю в Олимпийских играх. В общем-то, Лаура и кубок мира выигрывала, и имеет за своими плечами все трофеи, о которых только может мечтать профессиональный биатлонист, но в 25 лет, как говорит, закончилась мотивация, вдруг внезапно в середине мая, и решила она закончить карьеру, а также отметила, что наконец-то сможет жить полноценной жизнью, когда допинг-офицеры не будут ее тревожить с 6 утра и до 11 вечера. Ну, сразу скажу, что, конечно, не потекла у меня скупая мужская слеза по щеке после прочтения ее послания. Честно говоря, по ряду причин. Во-первых, я полностью согласен с Дмитрием Губерниевым, который сказал, вот, никогда такого не было, и вот опять. Все, конечно, помнят историю с Магдаленой Нойна, которая тоже в расцвете сил решила закончить, но там все было немножко по-другому. Она в самом начале сезона объявила, что уходит, говорила об этом потом, и объявила только в конце. Да, у Лауры получилось немножко по-другому. Вы, конечно, скажете, что тут не надо искать теории заговора, видите, истории совершенно разные. Есть и другая история, менее известная, когда после Олимпиады в Анкуере тоже резко закончили карьеру три немецких спортсменки, Катя Вильхельм, Симона Денкингер и Мартина Глагов, Бэк. И если Вильхельм тогда уже была не та, то те две находились на пике прямо-таки своей карьеры. Но решили внезапно уйти из форта. Разговоров было много, что не по своему желанию они ушли, а вынуждены были. То же самое говорилось и про Магдалену Нойнар. Поэтому было сделано такое заявление. Но не будем вдаваться, с одной стороны, полностью в конспирологию, с другой стороны, нужно понимать ситуацию с Даймая, что достаточно много было у нее странных моментов в карьере. То есть, никогда она не была супербыстрой биатлонисткой, но в некоторых моментах, вот особенно главным стартом, после правильных болезней в ходе сезона, она очень сильно прибавляла в скорости, могла конкурировать с лидерами, была очень выносливой. Конечно, Лаура она боец, то, что до последнего круга всегда умела выкладываться, все помнят, как она лежала в зоне финиша, как ее выносили потом. Для меня самой показательной был это чемпионат мира в Хакфильцине. Это рядом с ее родной Баварией, практически там, до границы рукой подать, где Лаура стала настоящей героиней чемпионата, выиграла 5 золотых медалей, и практически каждая гонка проходила по схожему сценарию. Дальмайер выигрывает, потом ее уносят в потрибунное помещение, где оказывают медицинскую помощь, из-за этого она опаздывает на пресс-конференцию, говорит, извините, у меня давление поднялось, плохо совсем со здоровьем. Думаю, как она вообще выдерживает еще на пресс-конференции и ходит. Потом на следующий день, думаю, может не побежит, откажется, она снова бежит и выигрывает награду. Я не хочу никаких намеков делать, ни о чем не говорить, просто рассказываю факты, которые мне известны. А Дальмайер, за которыми я наблюдал. И в этом году тоже показательно, что решение принято не в конце сезона, не по ходу сезона, а вот в тот момент, когда должна начинаться предсезонная подготовка, то есть в моем понимании здесь что-то близкое с историей Каукаловой. Я думаю, если у Лауры, например, какая-то болезнь, которая требует приема определенных препаратов, и ей эти препараты не разрешили принимать на легальной основе, они входят в список запрещенных, то это вполне могло послужить причиной для окончания карьеры. В общем-то, история, конечно, такая неоднозначная, но это безусловно сильный удар по немецкому биатлону, потому что Лаура это звезда, она баварка, а большинство фанатов, которые ездят на соревнования, они из Баварии, они привозят деньги, они живут в дорогих отелях, они покупают на стадионе пиво, сосиски, оставляют там много денег, и вообще, собственно, за счет них во многом кормится биатлон, и то, что этим людям будет не за кого болеть, это серьезный удар по биатлонной семье. Я прекрасно помню, какой был спад у немецкой команды после ухода Магдалены Нойнер, вообще после 2010 года, когда уже стало понятно, что эритропоэтин хорошо ловится, и нельзя делать те вещи, которые делали раньше, там у многих команд возникли проблемы, немецкое не исключение, то есть там произошла смена поколений, на смену Нойнер сразу никто не пришел, и Лаура была тогда надежной, я даже писал в 2013 году статью по итогам чемпионата мира в новое место, что Дальмайер это спасительница немецкого биатлона, иначе еще один год-два вот так без медалей, и немцы будут голосовать ногами, они уйдут со стадионов, это будет плохо для всех, поэтому сейчас нужна новая немецкая звезда, я не думаю, потянет ли на эту роль Дениза Херман, все-таки, во-первых, она не так молода, во-вторых, она нестабильна, в силу того, что она, да, сильная лыжница, но нестабильный стрелок, поэтому вряд ли она сможет выигрывать постоянно, вот, и в-третьих, нужен кто-то из молодых, а у них и на юниорском уровне пока никого не проявляется, так что, может быть, через год, через два, появится какая-нибудь юная, невероятно талантливая баварка, в которую вложат немцы всю душу, она ярко себя проявит, и как метеор быстро прогорит 25 годам, я не удивлюсь, если этот сценарий еще раз повторится, хотя, опять же, при нынешнем руководстве IBU уже живут не так, как при Бесеберге, многое поменялось, поэтому, может быть, и немецкому биатлону стоит искать какие-то новые пути к сердцу зрителя. Ну, на этом все, что я хотел сказать. Завру поздравляю с завершением карьеры, ее болельщикам с соболезнованием, но, с другой стороны, все хорошо, что делается вовремя, и мне кажется, что она сделала это вовремя, в отличие от многих других спортсменов, в том числе наших, и, к сожалению, сейчас, когда ВАДА начинает анализировать результаты данных московской лаборатории, я, честно говоря, не уверен, что у нас в биатлонном королевстве все будет спокойно и хорошо, и к встрече, к летней встрече по поводу восстановления СБР не появятся неприятные сюрпризы. Но будем за этим следить дальше, а вы подписывайтесь на наш канал, и тогда ваш стакан будет всегда полон.